Если вы соскучились по ярким событиям, хочется познакомиться с интересными людьми, открыть в себе новые таланты, тогда посмотреть наш репортаж вам будет очень интересно. Дизайн-фест – это масштабный социальный проект, ставший доброй традицией столицы республики. На первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Каскад» развернулась настоящая творческая площадка с огромным множеством мастеров. Здесь своя атмосфера – теплая, уютная и душевная. Я бы сказала, что это возможность познакомить людей, которые творят руками, у которых горят глаза на то, что они делают, и людей, которые вдохновлены этим творчеством и готовы их с собой забрать в произведение. То есть это встреча мастеров и конечных потребителей. Это какое-то слияние именно двух энергий, которая потребляет их, хочет именно ручной труд видеть в своем доме, в интерьере, в небольших каких-то пространствах офисных, возможно, и людей, которые это все производят своими руками, с огоньком и с душой. Автор проекта Анна Сенцова также отметила, что фестиваль собирает самых ярких декораторов, мастеров, художников, рукодельниц и кондитеров. Любой желающий мог пообщаться с мастерами, посмотреть, какие необычные материалы оказались в тренде и что за новые перспективные подходы появились в дизайне. Например, Александра Ермакова из Чебоксар занимается производством керамики. Это чайная и столовая посуда, украшения. Есть у нас линейка брошек, которые занимаются на чебоксарскую тему с такими самыми простыми яркими словами на чебоксарском языке. Это у нас лайк, хитрее, ергели, окунбек. Они такие звучные, простые, очень легко запоминаются. А супруги Павел и Ксения из Новочебоксарска с большой любовью и трепетом изготавливают игрушки с полухлопка. Есть среди них персонажи из любимых мультфильмов и многое другое. Изготовление одной игрушки уходит от четырех часов времени. Вообще все началось с фетровых игрушек, потом постепенно как-то стянулось в копии и начали пробовать методы новые. В общем, в основном Ксения все занимается. Я так, как в подмастериях, что ли, помощник. Вот тут вроде ослик-осликом, а на самом деле это погремушка. Поэтому дети, если берут, то они удивляются и сразу же влюбляются в такие. Ну вот одна из идей. Также из Новочебоксарска на фестиваль приехала травница Ирина. Много различного вида трав, оздоравливающего действия, антистрессовых, противовирусных, что сейчас особенно актуально, было представлено для всех гостей фестиваля. Травами и только травами, и больше ничем я уже занимаюсь более 10 лет. Травочки мы собираем сами, делаем чаи, делаем вот такие вот подарочные наборы. Я делаю черную соль, я много чего делаю. Делаю и свечи такие с особыми обережными травками. Ну как бы все очень красивое, все зеленое, все ароматное. Вот. Естественно, хочется приносить пользу обществу. Хочется, чтобы люди оздоравливались с помощью трав, с помощью натуральных средств. Вообще фестиваль проходит традиционно с 2015 года. Керамика, игрушки, сладости, аксессуары – чего только не было представлено. А на украшения ручной работы можно смотреть бесконечно. Такие произведения искусства не оставляли равнодушной ни одну даму. Натуральные камни, металлы – и все это в потрясающей обработке просто удивляло своим видом и сочетанием. Украшения Ольги недавней завораживали всех проходящих гостей. Я закупаю всю фурнитуру и потом уже сама создаю украшения, придумываю дизайн украшений. Естественно, смотрю на тенденции моды. То есть, как правило, у меня все украшения в тренде последних украшений с подиумов и так далее. То есть, если девочки будут их покупать, то они, естественно, будут современными и модными. Здесь можно было найти практически все, что угодно, а главное – ручной работы и хорошего качества. Ждем следующего фестиваля «Дизайн-фест» и бегом за покупками. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.